МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телестудия Карачаганак, в студии Майя Амирова. Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию следующий обзор новостей. Стартовала акция «Дорога в школу». Скажем, нет стихийной торговли. Теперь обо всем подробнее. 1 августа традиционно в республике стартует акция «Дорога в школу». Благотворительная акция «Дорога в школу» началась и в Бурлинском районе. Акция традиционно проводится с 1 августа по 30 сентября. Ее цель – оказание материальной и другой помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей – детям-сиротам. В связи с началом акции в районном отделе образования состоялся брифинг с участием представителей районного отдела образования и молодежного ресурсного центра. В ходе брифинга специалисты рассказали о том, какая помощь в каких размерах будет предоставляться в рамках акции в текущем году. Ежегодно Министерством образования, Комитетом по охране прав детей при Министерстве образования проводится общереспубликанская акция «Дорога в школу». Целью данной акции является оказание помощи школьникам, особенно школьникам из семей, социально незащищенных семей. Также привлечение всех детей охвата обучением. Целью этой акции является сбор в школу ребенка. Массовая акция проходит по всей республике. В рамках данной благотворительной акции «Дорога в школу» отделом образования издан приказ номер 185 о проведении акции. Утверждены ответственные за данную работу, разработаны планы мероприятий в школах, во всех организациях образования района. Также при всех школах созданы информационные уголки. Необходимая информация размещена на сайте отдела образования, на сайтах всех школ района. И все запланированные мероприятия будут направлены на помощь детям из социально незащищенных семей. Особое внимание в период акции будет уделяться выявлению детей, не посещающих школу, через рейдовые мероприятия, согласно плану, подворные и квартирные обходы, оказание помощи детям из социально незащищенных слоев населения, еще раз повторяю, по подготовке их в школу. В Бурлинском районе на сегодняшний день насчитывается около 500 детей из социально незащищенных семей. Из средств районного бюджета, как запланировано ежегодно, им будет оказываться помощь по приобретению канцелярских товаров. В каких-то городских школах у нас запланировано приобретение школьных форм, также ранцев к школе. Отделом образования для всех сельских школ будут приобретаться портфели на сумму около 450 тысяч тенге для детей из социально незащищенных семей. Хотелось обратиться ко всем неравнодушным гражданам нашего района, предпринимателям, меценатам, с предложением присоединиться к данной акции. Также при помощи Акимата района запланирована школьная ярмарка, которая ежегодно проводится. Где-то в числах после 15 августа перед торговым домом Тернава будет организована школьная ярмарка, где по скидочным ценам будут продажи школьных принадлежностей для учащихся. Это только для сельских школ. Да, только для сельских. Городские школы у нас свой бюджет имеют, поэтому они запланировали у них свои средства на своих детей из социально незащищенных семей. Также ежегодно у нас спонсорская помощь очень хорошая. У каждой школы, вы знаете, есть свои спонсоры. Это предприниматели, которые из года в год оказывают материальную и помощь в приобретении школьных принадлежностей. Эта работа будет продолжаться. И хотелось бы, чтобы в этом году было на высшем уровне проведение этой акции. С первого числа у нас начинается подворный обход, когда мы заново начинаем выявлять детей из категории социально незащищенных. То есть, значит, родители снова собирают пакет необходимых документов в рамках этой акции «Дорогу в школу» для того, чтобы в этот список войти. Вы сейчас сами родители не могут приезжать в заявку подавать? Они должны обратиться в школу, сдать соответствующие документы. Там есть перечень обязательных документов. Это госуслуга, которая оказывается. И там по зарплате учитывается доход семьи. И когда ниже продовольственной корзины доход, то тогда уже список социально незащищенных семей входит. И только данным детям оказывается помощь. Целью данной акции является то, что ни один ребенок не должен остаться неподготовленным к школе. В рамках акции «Дорога в школу» молодежный ресурсный центр также работает в этом направлении. Как и в прошлом году, в текущем году мы совместно с предпринимателями предоставляли помощь малообеспеченным семьям, детям-сиротам. В частности, мы при поддержке спонсоров приобретаем канцелярские товары, иногда необходимую одежду. В наших планах также предоставить помощь к этому учебному году. В основном мы совершаем такие покупки для школьников из сельских округов. В прошлом году в рамках данной акции мы оказали материальную помощь детям из 15 семей села Березовка. Тогда нас поддержали такие индивидуальные предприниматели, как Исмаил, Бекижан, а также ТО Карачаганак Контракшн. Также благотворительные акции через районы и мечеть были охвачены 10 семей. Такие же планы у нас и в текущем году. В ходе брифинга его участники затронули и другие вопросы, не касающиеся благотворительной акции «Дорога в школу». Специалисты дали комментарии по всем вопросам представителям СМИ. Ну а мы продолжаем далее. На днях отделом предпринимательства был проведен профилактический рейд по стихийным рынкам. Группа во главе с руководителем отдела предпринимательства Бурлинского района, где также участвовали представители Акимата города и представители средств массовой информации, прошлись по местам стихийной торговли. Молочная продукция, овощи и ягоды с личного огорода и арбузы с плантацией. Все, что в жаркую погоду в условиях неправильного хранения, не может испортиться, пропасть, прокиснуть. Наша съемочная группа также побывала на местах. В городе Оксай действует несколько торговых павильонов, в том числе два из которых являются универсальными рынками, где каждый индивидуальный предприниматель имеет право арендовать место и торговать продукцией. Мы же наблюдаем совсем другую картину. Центр города, где расположены торговые дома, бизнес-центры, офисы компаний, возле торговых домов Тарнава и Эдельвейс. Там же, на улице, буквально на земле, женщина располагается со своей продукцией и торгует, конечно же, не оплачивая за место. Руководитель отдела предпринимательства Бурлинского района Мерике Истелеов лично обращался к женщинам, торгующим на земле, с просьбой устранить нарушение закона. По его словам, согласно закону Республики Казахстан о регулировании торговой деятельностью, торговля должна осуществляться в специально отведенных на то местах. Торговля, осуществляемая вами, противоречит закону. К тому же, вы стоите здесь целый день. После вас всегда остаются пустые ящики, коробки, различный мусор. Все говорят, что убирают после себя на месте. Но на деле все происходит наоборот. Вот стоит торговый дом или какой-либо другой. Вот там и торгуете. Мы даем вам час времени, чтобы освободить место. В ином случае, с вами уже будут беседовать сотрудники полиции. Если мы будем действовать сообща, мы сможем снизить количество или устранить совсем такие стихийные торговые точки, поделился Мирикен Урланович. В первую очередь, я хотел бы обратиться к жителям города. Не совершайте покупки на стихийных торговых местах. Приобретайте качественную продукцию в местах для этого предназначенных, где вам могут при необходимости предоставить сертификаты качества, справки и тому подобное. На стихийных рынках вы приобретаете продукцию, не ведая об их условиях, его производства, без соответствующих на то документов. Если каждый житель отнесётся к этому серьёзно и перестанет покупать продукцию в таких сомнительных местах, то и нам будет легче уменьшить количество стихийных рынков. В Аксае работают два универсальных базара, девять торговых домов, порядка 250 продовольственных магазинов. К примеру, на рынке Жарсуат место в торговых рядах стоит недорого. За один квадратный метр оплата составляет 300 тенге. К тому же, по словам Мирики Нурлановича, можно занимать и оплачивать аренду сообща. Это нескольким торговцам. Есть такое понятие, как торговая культура. Поэтому я призываю жителей города к порядку, к культуре. Ведь это задача не только исполнительных правоохранительных органов. Лепту должны вносить и сами граждане. Торговля в общественных местах, совершенно не предназначенных для этого, портит внешний вид города. Продукция располагается прямо на земле, что противоречит санитарным нормам. К тому же, лучше не ленясь дойти до базаров и приобрести продукцию там, где вы можете попросить предъявить соответствующие документы или же впоследствии предъявить претензию, чем покупать кота в мешке. Мира Султанова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужи в телестудии «Карачаганак». Это все новости на сегодня. Всего доброго.